Павел Мамай подкрывает новые грани своего неспортивного таланта. Ну что, друзья, как и обещала, рассказываю. Я просто только добралась до дома. На этот раз ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. И я даже не могла представить, что спустя три года такое возможно. И как вы думаете, о чем эта претензия? Просто приготовьтесь. Досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения. Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась, и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время нашего брака. Я уже просто не знаю, что сказать. Брюнетки правят миром, это я знаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос будет вам как к человеку с юридическим образованием, как к юристу. Спасибо. Если бы вы были судьей, какой бы приговор прозвучал бы в отношении Кокорина и Мамаева? Ну, не такой жесткий, как это было. Я понимаю, да. Я, честно говоря, могу сказать, что действительно они по полной программе получили и осознали на себе систему уголовного наказания. Для них это огромный жизненный урок, удар по репутации. Но мера пресечения, на мой взгляд, она чересчур большая. Ну, с точки зрения, как вы сказали, юриста, конечно, они соблюдали все юридические нормы и законы правоохранительные. Поэтому, естественно, в этом отношении я считаю, что вроде и придраться к ним не за что, к судьям. Но, тем не менее, учитывая все-таки, что такие инциденты у нас очень часто бывают в нашей стране. Да, просто им просто не повезло, что они столом ударили необычного человека, а чиновника. Ну, с каждым не находились не в том месте, где нужно. Продолжение следует...